пришли вознесли выдолблены под используя чтоб холод представить представь чиркнув спичкой тот вечер в пещере используя чтобы холод представь то что такое друзья и вас приветствую мы с вами в новом 2021 уже году сегодня 7 января светлый праздник рождества христова я вас поздравляю и хочу прочитать несколько текстов несколько стихов о рождестве я отобрал 7 авторов 7 стихотворений сейчас я вам их прочитаю сразу скажу все стихи расположены в хронологическом порядке это 20 век у каждого стихотворения свое настроение не буду их комментировать просто сами их прочувствуйте звучание ритм слова все это я предоставляю вам итак начнем мы с александра блока текст 1902 года был вечер поздний и багровый звезда предвестница взошла над бездной плакал голос новый младенца дева родила на голос тонкий и протяжный как долгий виск веретена пошли в смятении старец важный и царь и отрок и жена и было знамение и чудо в невозмутимой тишине среди толпы возник иуда в холодной маске на коне владыки полные заботы послали весть во все концы и на губах искариота улыбку видели гонцы осип мандельштам 1908 текст 1908 года сусальным золотом горят в лесах рождественские елки в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят о вещая моя печаль о тихая моя свобода и неживого небосвода всегда смеющийся хрусталь иван бунин бегство в египет по лесам бежала божья мать куньей шубкой запахнув младенца стлалась в небе божье полотенце чтобы ей не сбиться не плутать холодна морозна ночь была диво дивьи в эту ночь творились волчьи очи зеленью дымились по кустам сверкали без числа две седых медведицы в еру на дыбах боролись в ярой злобе грызлись бились и мотались обе тяжело топтались на снегу а в дремучих зарослях в потьмах жались табунились и дрожали белым паром из ветвей дышали звери с бородами и врагах и огнем вставал за лесом меч ангела летевшего к сиону к золотому иродову трону чтоб главу на ироди отсечь 1915 год владимир набоков евангелие от иакова глава 18 как вы заметили вот уже второй текст автора который больше известен известен как писатель то есть бунин и набоков ну блок естественно известен как поэт все-таки ставлю небольшую ремарку так сказать когда я подбирал эти тексты я наткнулся на стихотворение которые приписывают достоевскому не помню сейчас его название но на самом деле как оказалось это не так и достоевского этого текста не писал поэтому будьте внимательны когда вы видите какой-то текст и его приписывают такому-то автору но это известная проблема то же самое сейчас и с музыкой да и так и видел я стемнели небо с воды и облака прервали свой полет и времени остановился ход все замерло реки умолкли воды седой туман сошел на берега и наклонив над влагой у рога козлы не пили стада на откосах не двигалась пастух поднявший посох отцепенел с простертой рукой взор устремляя ввысь а над рекой над рощей пальм вершины опустивших хоть воздух был бестрепетен и нем повисли повисли птица на крылах застывших все замерло ждал чутка вифлеем и вдруг в листве проснулся чудный ропот и стая птиц звенящая взвелась и прозвучал копыт веселый топот и водных струй послышался мне шепот и пастуха вдруг песня раздалась а вдалеке развея сумрак серый как некий крест божественно светла звезда зажглась над вспыхнувший пещерой где в этот миг мария родила 1918 год георгий иванов текст 1920 года наконец-то повеяла мне золотая свобода воздух полный осеннего солнца и ветра и меда шелестят вековые деревья пустынного сада извинят колокольчики мимо идущего стада и молочный туман проползает по низкой долине этот вечер однажды уже пламенел в палестине также небо синело и травы дымились сырые в час когда пробиралась с младенцем в египет мария смуглый детский румянец и ослик и кисть винограда колокольчики мимо идущего звякали стада и на солнце что гасло павлиньи уборы отбросив любовался глаза прикрывая ладонью иосиф борис пастернак рождественская звезда достаточно длинный текст по сравнению с остальными из этой подборки но на мой взгляд очень техничный и достаточно сложный для прочтения хотя все предыдущие все последующие ну собственно дальше там если не ошибаюсь только один и осевбродский в общем они тоже достаточно своеобразные но этот текст я бы выделил вообще собственно за это пастернака и любят вот за его особый стиль стояла зима дул ветер из степи и холодно было младенцу вертепи на склоне холма его согревала дыхание вала домашние звери стояли в пещере над яслями теплая дымка плыла доход рихнув от постельной трухи и зернышек проса смотрели с утеса с просонья в полночную даль пастухи вдали было поле в снегу и погост ограды надгробья оглобля в сугробе и небо над кладбищем полная звезд а рядом неведомая перед тем застенчивой плошки в оконце сторожки мерцала звезда по пути вифлеем она пламенела как столб в стороне от неба и бога как отблеск поджога как хутор в огне и пожар на гумне она возвышалась горящей скирдой соломы и сена средь целой вселенной встревоженной этою новой звездой растущая зарево дело над ней и значило что-то и три звезда чё-то спешили на зов небывалых огней за ними везли на верблюдах дары и ослики в сброе один малоросли другого шажками спускались с горы и странным видением грядущей поры вставала вдали все пришедшее после все мысли веков все мечты и все миры все будущее галерей и музеев все шалости феи все дела чародеев все елки на свете все сны детворы весь трепет затепленных свечек все цепи все великолепие цветной мишуры все злее свирепей дул ветер из степи все яблоки все золотые шары часть пруда скрывали верхушки ольхи но часть было видно отлично отсюда сквозь гнезда грачей и деревьев верхи как шли вдоль за пруды ослы и верблюды могли хорошо разглядеть пастухи пойдемте со всеми поклонимся чуду сказали они запахнув кожухи от шарканье по снегу сделалось жарко по яркой поляне листами слюды вели захибар кубасы и следы на эти следы как на пламя агарка ворчали овчарки при свете звезды морозная ночь походила на сказку и кто-то с навьюженной снежной гряды все время незримо входил в их ряды собаки брели озираясь с опаской и жались к подпаску и ждали беды по той же дороге через эту же местность шло несколько ангелов в гуще толпы незримыми делала их бестелесность но шаг оставлял отпечаток стопы у камня толпилась орава народу светало означились кедры стволов а кто вы такие спросила мария мы племя пастушья и небо послы пришли вознести вам обоим хвалы всем вместе нельзя подождите у входа средь серый как пепел предутренней мглы топтались погонщики и овцеводы ругались со всадниками пешеходы у выдолбленной водопойной колоды ревели верблюды легались ослы светало рассвет как пылинки золы последние звезды сметал с небосвода и только волхвов из несметного сброда впустила мария в отверстие скалы он спал весь сияющий в яслих из дуба как месяца луч в углублении дупла ему заменяли овчинную шубу ослиные губы и ноздри вала стояли в тени словно в сумрике хлева шептались едва подбирая слова вдруг кто-то в потемках немного налево от если рукой отодвинул волхва этот оклянулся с порога на делу как гостья смотрела звезда рождества очень сложный текст сразу говорю что я несколько раз запинался но в конце я все это смонтировал текст 1947 года что интересно послевоенное время и последний для этого видео текст за авторством иосифа бродского 1989 года он без названия представь чиркнув спичкой тот вечер в пещере используй чтобы холод почувствовать щели в полу чтобы почувствовать голод посуду а что до пустыни пустыня повсюду представь чиркнув спичкой ту полночь в пещере огонь очертание животных вещей ли и складкам смешать дав лицо с полотенцем марию иосифа сверток с младенцем представь трех царей каравана в движении к пещере верней трех лучей приближения к звезде скрип поклажи бренчание ботал младенец пока мест не заработал на колокол с эхом взгустившийся синий представь что господь в человеческом сыне впервые себя узнает на огромном в по тьмах расстоянии бездомный в бездомном представьте субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...